Тему далее более подробнее будем обсуждать с Ольгой Евгеньевной Романовой, директором фонда «Руссидящая». Ольга Евгеньевна, доброе утро. Приветствуем вас. Доброе утро. А вообще есть уже какая-нибудь статистика, о скольких таких, ну если так можно выразиться, героев так называемой СВО выпустили и которые уже совершили опять-таки тяжелые преступления? Можно прикинуть, конечно, нет никакой статистики и быть не может, потому что, вы знаете, нигде так не врут, как на войне, на охоте и во время выборов. Но давайте прикинем, сейчас воюют, из тюрем забрали примерно 150 тысяч человек, это включая вагнеровцев, чуть поменьше. Из них, значит, у Вагнера погибло 30 тысяч, и сколько погибло сейчас, прикинуть трудно. Ну, давайте примерно такую же и возьмем цифру примерно. Значит, все остальные либо воюют, либо уже ушли после полугода, или как вот в случае, о котором вы говорили, через три месяца ушли домой. Значит, есть у нас одни только данные, но они такие средние по больнице. Эти данные озвучил в конце прошлого года глава УМВД по Ивановской области. Они стали широко известны, значит, на тот момент в Ивановскую область вернулось 350 бывших заключенных, которые отвоевали в Украине. И из них уже тогда, на тот момент, половина вернулась снова в тюрьмы. Ну, вот давайте считать, я думаю, что на свободу вернулось сейчас порядка 60 тысяч человек, вот половина уже в тюрьмах. Ну, а дальше как считать? Дальше как считать, попадает такой, позволяю сказать, герой снова в тюрьму, совершив снова преступление, и снова вербуется на фронт. Они очень ходовой товар, поскольку они уже с опытом, им не надо ничего объяснять. Они уже там были, идут, в общем, без всяких рефлексий. И вот этого второй раз завербованного, второй раз ушедшего из тюрьмы одного и того же человека, мне как считать? Как одного или как двух? Ну вот, я пока не очень понимаю, как это считать. Поэтому по головам получится одна цифра, а по количеству завербованных совсем другая. Ольга Евгеньевна, скажите, а вот если мы говорим о потребностях Российской Федерации в так называемом пушечном мясе, мы понимаем, что они и в поисках людей, в поисках живой силы, где бы она ни была, вот Российская Федерация, кремлевская власть, она требует того, чтобы пополнять ряды тех, кто готов идти воевать против Украины. Если мы говорим о категории людей-преступников, уже которые получили приговоры суда, так мы можем их называть, то вот в первую очередь, кого касается эта история с вербовкой, с наймом, с тем, чтобы их отправлять на войну против нашего государства? Об этом говорит и Пригожин при вербовке, об этом говорят и представители Минобороны при вербовке. Прежде всего люди, совершившие насильственные преступления и пролившие кровь. Интересуют прежде всего убийцы, причем убийцы, конечно, любые подойдут, но предпочитают не в состоянии аффекта. А вот, например, душитель старушек. Невозможно задушить трех-четырех старушек в состоянии аффекта. Понятно, что это продуманное жестокое убийство. Или убийство с расчленением. Тоже понятно, что это не случайная вещь. И таким и дается предпочтение. Дальше идут преступления, совершение тяжких телесных повреждений или грабежи с насилием и так далее. То есть чем больше насилия, тем лучше. А вот экономические преступления, наркоторговля, это все интересует в гораздо меньшей степени, но берут всякие. Берут и этих тоже. Елена, а мы можем провести определенную какую-то корреляцию? Получается, что чем тяжелее преступление, тем охотнее они соглашаются? Или просто люди, которые проводят такой набор, им проще как-то с ними иметь дело. Но контингент, давайте мягко говоря, ну так себе, что у них в головах. Понятное дело, что они не выбирают. И если человек, грубо говоря, сидит за какую-то не сильно тяжкую уголовку, то, наверное, он думает, ну лучше я тут годик посижу и выйду, чем тот, кто за убийство будет сидеть пятерочку, троечку или двоечку, как Путин любит говорить. Да, вот мы можем провести определенную корреляцию? Как происходит это соотношение тех, кто готов, кого готовы взять, кто соглашается, кто, возможно, не совсем? Или именно вот в этих людях есть потребность, в убийцах и насильниках? Знаете, я вам расскажу вчерашнюю историю по этому поводу. Она меня не очень удивила, но тем не менее, знаете, тем не менее удивила. Значит, дело было так. Сидели в тюрьме, в зоне несколько человек. И один из них сказал, что он может помочь, имеет связи с военкоматом. Значит, пишет эта база. Осужденный пообещал сокамернику отправку на СВО ради получения помилования. А за свои услуги взял 300 тысяч рублей. Но потом просто пропал. Его перевели в другую колонию. Александр отбывает 13-летний срок на зоне за соучастие в убийстве. Недавно он решил пойти на СВО, чтобы получить помилование. О планах мужчина рассказал сокамернику. Тот в ответ похвалился связями и помещал решить вопрос. 300 тысяч рублей. Александр сказал обо всем жене. И она сделала, как он просил. Совершила 9 переводов на счет некой Виктории. Но после получения нужной суммы Дмитрий перестал ходить на связь. Из колонии он тоже пропал. Его перевели в другое место. Супруга Александра обратилась в полицию. По ее информации, похожим образом, Дмитрий помог еще нескольким сидельцам. Понимаете, это еще и задейки. Люди еще платят деньги, чтобы попасть из тюрьмы на войну. Здесь, так сказать, у нас нет в тюрьмах проблемы отбрехаться от вербовки. Есть проблема поскорее завербоваться. Представляете, в это трудно поверить, а вот ради помилования. А вот рефлексия, что я иду убивать на чужую землю, что я там забыл, она как-то отсутствует полностью. Вообще. Совсем. Это даже не компьютерная игра. Это просто продолжение жизни с убийствами, с насилием, просто в другом месте. И, кстати, сказать, я не думаю, что они как-то настроены антиукраински. Им просто пофигу. Я вспоминаю вагнеровцев, которые шли на Москву летом прошлого года. И я помню, как они говорили, как они хотят попасть на Рублевку, чтобы заниматься тем же самым, чем они занимались в Украине, на Рублевке. Им было совершенно все равно, кто там живет, чего и как. Им хотелось пограбить. Им хотелось поубивать, им хотелось крови именно Рублевской. А насчет того, кто такой, не знаю, Степан Андреевич Бандера, я думаю, что их спрашивать было бессмысленно. Ну а вот, как говорится, на каких правах и есть ли, как говорится, ровнее среди этих заключенных на войне? Вот российским заключенным, которых вербуют в отряды Шторм-Зетт, обещают выплаты, льготы и статус военнослужащего. Однако после ранений власти о них забывают, как ни странно. Как пишет новая газета «Европа», в Минобороны России есть два вида контракта для заключенных. Первый – на полгода с помилованием. В таком случае бойцы отсутствуют в базе ведомства и не получают никаких выплат и льгот после завершения контракта. И второй – заключенных выпускают из колонии по условно-досрочному освобождению и приравнивают к контрактникам. Однако в таком случае они остаются в окопах до конца войны, пишет издание. Так, например, Денис из Курска должен был отбывать наказание за убийство еще 11 лет, однако решил завербоваться на войну против Украины, и вместе с ним в армию пошло 30 заключенных. Через пять месяцев Денис подорвался на мине, ему оторвало ногу и руку и повредило осколками. Однако военному отказали в госпитализации, якобы потому, что служит в отряде Шторм-Зетт. Вот мы можем увидеть, есть у нас цитата какая-то, да? И вот, собственно, хотелось бы, вот увидим и сейчас обсудим. Обещали горы золотые и выплаты, как у обычного контрактника, а по итогу ничего. Вместо обещанных 204 тысяч в месяц платили 100, а кому-то и вовсе не платили. Я не могу понять, что нам тогда положено? Только умереть на поле боя и все? Денис, военнослужащий отряда Шторм-Зе в интервью новой газете Европа. Вот касательно, можете ли вы подтвердить такие варианты разных контрактов? Ну и получается, что Шторм-Зетт, они вообще, как бы, получается, на птичьих паровах, в принципе, попадают туда. Ну и хорошо. Да, помилованный не имеет статуса военнослужащего. Действительно, там очень небольшие выплаты, но дело в том, что в Шторм-Зетт на войну вербуются люди не за деньгами, а за свободой. За возможность выйти, собственно, раньше срока и со снятием судимости. При этом кому-то снимает судимость, кому-то не снимает судимость. Кто-то помилован, кто-то уходит по УДО. Здесь такое, я бы сказала бы, совершенно правовое поле творчества. И вот еще очень интересный вопрос, например, когда уже помилованный совершает новое преступление, отправляется в СИЗО и оттуда снова завербовывается и идет в армию, он на основании чего, собственно, освобождается? Он уже один раз был помилован. Его, конечно, берут и никто не парится с этим вопросом. Но так вообще ученые и правоведы спорят. Его второй раз миловать или второй раз отпускать условно-досрочно? А как условно-досрочно, если он срока еще не получил? Ну и так далее. То есть вопросов очень много. Ответов на них нет, но это тоже мало кого волнует, потому что, например, Пригожина уже нет на свете, а до сих пор непонятно на основании чего. Он забрал из тюрьм 50 тысяч человек. Но пока он забирал Министерство обороны, придуманные для себя законы, приняли его, а Пригожин по-прежнему абсолютно незаконно забирал из зон людей. Совершенно незаконно. И в любую секунду эти выплаты могут признать незаконными. Запросто совершенно. У меня есть несколько ответов прокуратуры, военной прокуратуры Южного военного округа по поводу вот этих заключенных, которым не платят после ранений, которых отправляют лечиться за свой счет и так далее. И ответы все содержат утверждение, что воюющие в Шторм-Зет это не контрактники, не мобилизованные и вообще не военнослужащие. А это просто добровольцы. Поэтому все ништячки, которые положены военнослужащим, их совершенно не касаются. Что касается людей, добровольцев, которые подписывают контракт как военнослужащие и отправляются воевать бессрочно, то я таких почти не знаю. Все-таки заключенные прежде всего хотят на волю. Прежде всего хотят вернуться домой. И жить так, как они привыкли. А воевать до конца войны желающих мало. Ольга Евгеньевна, что вы скажете о случаях, которые мы видели и читали о них в разных источниках по поводу того, что люди могут попадать на войну против Украины практически не на этапе, таком как этап, а на этапе пребывания в СИЗО. Когда вот их прессуют, пакуют, угрожают, и ты вот себе сидишь и думаешь, а вот тебе нужно трешка, двуечка, пятерочка, или вот тебе предлагают оформить добровольное такое, добровольное твое согласие на участие в этой войне. Вы знаете, особенно этой зимой стало это заметно в СИЗО. Во-первых, мы увидели почти повсеместно снижение температуры, пребывание в камерах, то есть 12-13 градусов, это просто уже везде практически норма. Нам доносят из Пермского края, что там в больнице тюремные плюс 9. Плюс ко всему отбирают как неположенную термобелье, куртки, там вязаные шапки, вязаные носки. И впервые в этом году обычно все жаловались на холод каждую зиму, просто в этот раз это все совмещается с изъятием теплой одежды, и впервые стали очень сильно ограничивать передач. Доставили какой-то очень старый приказ главного врача Онищенко 2003 года, давно уже нет такого человека, где какой-то нелепый перечень продуктов к запрету. И вот запретили и колбасу запретили, и сыр запретили, во многих очень местах. И на этой неделе стало известно, что повсеместно отключают родную связь. Да, вот видеосвязь, любую связь зоны, такую законную, незаконную, конечно, остается, а я везде отключают. Значит, ты сидишь без связи, без еды, в холоде, без вещей, и тут тебе приходят и говорят, а вот пошли на войну, мы тебя там оденем и покормим. Ты говоришь, да что, конечно, я пойду. То есть еще и выкуривают из СИЗО. Таким вот образом. Когда они возвращаются, те, которые через полгода выжившие, пусть без рук, без ног, или там даже уцелевшие каким-то чудом, какие у них права, как говорится, на гражданки берут? Или их на работу? Возвращаются ли они в социальную жизнь? Или возвращаются они к преступлениям? То есть за счет чего они живут? За счет выплат? Ну, это тоже долго не может продолжаться. Есть какая-нибудь информация по этому поводу? Ну, вы понимаете, такие люди, они, в принципе, не привыкли и не строили свою жизнь под образование, под регулярный труд и так далее. У них обычно нет профессии никакой. При этом заключенные, бывшие, которые действительно хотели бы пойти работать, они трудоустроиться не могут совсем. Причем это очень любопытно. С них же снята судимость, сколько бы ни было. И, в принципе, установить, были ли они на зоне, ну, невозможно. Но работодатели всегда это знают, что они были на зоне, потому что у нас у всех есть электронная трудовая книжка. И в такой электронной книжке на госуслугах у такого человека записано, что он работал, условно говоря, механиком, был там доустроен. ВК-5, ВК-16 и К-12. Нет, ну, понятно же, где и почему находился такой человек. И работодатели берут неохотно. Зато, как известно, их берут с большим удовольствием в различные просветительские проекты, в том числе школьные, образовательные. Понимаете, в качестве таких вот обезьян для показа, смотрите, дети, какими нужно быть хорошими. Но тут наступает удивительное единогласие родителей. Каким бы ты ни был зиганутым, каким бы ты ни был сторонником войны и Путина, как только бывший заключенный, отвоевавший, приходит к твоему ребенку, ты начинаешь орать, как резанный, уберите чудовище от моего ангелочка. И это происходит повсеместно. Я даже вижу это в пабликах, в официальных, где написано, что как хорошо, к нашим деткам, в нашу школу пришел герой войны, такой-то, такой-то, а там его все знают в маленьком городе, кто это такой. И сразу под официальным релизом, под красивым, сразу тысяч комментов, уберите чудовище. Поэтому тут такая поддержка СВО, глубоко теоретическая, я бы сказала. — Ольга Евгеньевна, получается, что, по сути, вот когда мы читаем эти сообщения, когда интервью у людей, чьих родственников убили, вот эти так называемые герои, так называемые СВО, которые возвращаются, и люди негодуют, да, эти вот схожие рефлексии у них возникают по этому поводу? Но вот когда ты читаешь это, у них есть такой протест, да, такой горестный, трагический, да, но там нет адресата, как всегда. Ну вот такая жизнь. Там еще, вот мы давали сюжет, да, там люди негодовали, и люди испытывали шок, что им, ну, просто не сообщили о том, что вот такой вернулся и такой был помилован. Вы знаете, недавно совсем такой давно существующий фонд защиты прав потерпевших обратился с большим докладом к Путину, где все это описал, и, значит, просил проверить, прикосить безобразие. Ну, собственно, ну, овцы пишут волку, но это довольно забавно. Он же, собственно, сам и все это делает. Помилу не подписывает президент. Это, в принципе, основополагающий такой конструкт российской пенциарной системы. Дело в том, что потерпевшими в России вообще никто не занимается. В более или менее нормальных странах, кстати говоря, в Германии нет, а вот в Скандинавии во всей, при Министерстве юстиции есть отдельное бюро по защите прав потерпевших. И вообще, прежде чем что-то начинается происходить с преступником, там его начинают перевоспитывать, переводить из тюрьмы в тюрьму, там он получает какую-нибудь там метадоновую терапию, еще что-то, еще. До всего до этого сначала соблюдаются права потерпевших. Они главные здесь, да, здесь главные две вещи. Соблюсти социальную справедливость, то есть наказать преступника за совершенное преступление и, соответственно, компенсировать все, что можно жертве преступления. И, конечно, теоретически, в России так было до последнего времени, хотя компенсации не выплачивались практически никогда, ну, потому что суммы довольно большие, хотя не такие уж и большие по сравнению с западным миром, но люди работать не хотят, преступники, чтобы отдавать часть заработка, на выплату потерпевшим. Тем не менее, потерпевшие хотя бы спрашивали их согласия при условно-досрочном освобождении, а сейчас-то вообще ничего не надо. Спасибо вам большое, Ольга, за ваше время для телеканала Freedom. Как всегда рады видеть, Ольга Романова, директор фонда «Руссидящая», была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Субтитры создавал DimaTorzok